Новосибирские хоккеисты вернулись с чемпионата России с серебряными медалями. Очередную награду для нашего региона завоевали глухие спортсмены. Турнир проходил в Твери. В финале новосибирцы уступили хозяевам со счетом 5-7. Тем не менее, новосибирская команда по-прежнему самая титулованная. Она 21 раз становилась лучшей в стране. Накануне хоккеисты провели первую после чемпионата тренировку на родном льду. Новосибирские хоккеисты впервые вышли на лед после возвращения из Твери. На чемпионате России для спортсменов с нарушением слуха они стали вторыми. В первом же матче разгромили рязанскую команду со счетом 23-0. Эта победа стала самой крупной на турнире. В финале играли с действующими чемпионами, представителями Твери. Новосибирцы забили первыми, но потом несколько удалений в составе нашей команды позволили Тверчанам победить. Я думаю, что все-таки не за счет удалений, конечно. Все-таки маленько психологически мы и вроде настроились, и вроде повели. И счет, и вот этот, где-то подломались. Ну, трудно сказать. Я думаю, что в Саранске мы наверстаем и возьмем реванш с этой командой. Сейчас надо проанализировать свою игру и поработать над ошибками. Нормально мы сыграли. У нас очень дружная команда. В финале чуть-чуть не хватило. Хотели сыграть, но не смогли. На следующем турнире будем стараться еще больше. В Новосибирске много перспективной молодежи. Например, дебютировавший в команде Даниил Балакин стал вторым бомбардиром чемпионата России. Первая тренировка после серьезных соревнований обычно легкая. Раскатка и двухсторонка. Но уже совсем скоро начнется серьезная работа и товарищеские игры с сильнейшими любительскими командами города. Благодаря регулярным играм со слышащими хоккеистами наша команда является одной из сильнейших в стране. И чаще всех побеждала на национальном первенстве. 21 раз. Следующий крупный всероссийский турнир, в котором будут участвовать новосибирские хоккеисты, пройдет в апреле в Саранске. Именно там будут определять состав сборной России на Сурдолимпийские игры 2019 года. Но уже сейчас 16 хоккеистов из нашего города входят в список кандидатов в сборную страны. Михаил Якимов, Олег Мощевитин. Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok